здравствуйте дорогие коллеги и сочувствующие сегодня не а вы где а в москве на картодроме микс картинг проходит финал корпоративного чемпионата 2022 корп чем и сегодня мы наконец узнаем кто победитель этого сезона спустя пять этапов межкорпоративного чемпионата по прокатному картингу на финальный этап команда тинькофф рт-1 прибыла в статусе лидеров зачета до желанной победы остается совсем немного всего лишь не проиграть преследователям в к рейсинг 9 очков преимущества планы и секреты на заезд мы попытались выудить у менеджера тинькофф команды егора мамонова здравствуйте егор скажите пожалуйста какая тактика чего будем придерживаться привет но у нас конечно есть какая-то тактика мы обязательно будем ее придерживаться сейчас команда идет на первом месте и есть отрыв от соперников каким нам надо приехать чтобы победить все зависит от того кто из наших соперников какое место займет а наша команка комиссии займет но самое лучшее спасибо его надеюсь на все получится стоит отметить что текущий финал не первый в котором у пилотов тинькофф высокие шансы на чемпионство в двух розыгрышах из четырех команда останавливалась в полушаге от высшей строчки особенно захватывающим получился сезон 2019 года когда по итогу финальной гонки команды яндекс и тинькофф набрали по 87 очков и для определения победителя пришлось учитывать дополнительные параметры рад знакомства с вами вообще потому что вы очень крутой гонщик вы готовы ли сегодня это доказать на трассе да конечно очень плотно пообедал поэтому теперь готовы доказывать на трассе и наш потенциал и бороться за победы сегодня очень серьезные соперники что они могут преподнести они усердно тренировались и концу чемпионата они стали очень близки уже к нам они очень конкурентоспособны поэтому гонка будет интересная я уверен что у нас все получится но это будет нелегко что ты лично сделаешь для победы сегодня я продемонстрирую все свое мастерство и конечно же постараюсь победить в гонке спасибо большое сергей с нами был сегодня сергей трофимов и будет еще не один час а целых полтора при стартовое волнение достигает предела сейчас кончики отправляются на прогревочный круг после этого будет дан старт команда тинькофф рт-1 стартует 1 с гандикапом в несколько секунд очень надеемся что она его не растеряет наша цель удержать лидерство и не только на первом отрезке но и на последующих кто главные преследователи нашей команды есть одна команда в.к. но есть еще несколько команд в.к. есть опасность командной тактики от них но я думаю что мы справимся спасибо наталья удачи нам формат этапов корп чем подразумевает составы команд из двух человек не больше не меньше и регулярные замены машины пилотов на пиццопах андреев уки достался стартовый отрезок решающей гонки а сергей трофимов должен был его сменить и так всю дистанцию на бумаге звучит просто наши уютные студии а и сегодня у меня в гостях пилоты команды тинькофф рт-2 алексей киржаев здравствуйте алексей здрасте сергей ну и максон здорово максон привет привет давайте сейчас с вами обсудим события старта как по твоим впечатлениям произошел старт макс но нервно на самом деле потому что наш андрей фуки стартовал на прогревочных кругах возникла какая-то техническая проблема с машиной и ему пришлось ее менять у него было меньше времени на прогрев на то чтобы привыкнуть к трассе поэтому честно говоря мы находясь снизу все понервничали но сейчас мы видим что темп достаточно неплохой спасибо максим алексей скажи скажи пожалуйста чтобы ты сейчас делал на месте андрея я я думаю я бы на месте андрея придерживалась какой-то тактики в которой он и придерживается стартовав первым как мы можем увидеть он удерживает лидерство конечно непонятно что произошло с машиной я надеюсь мы узнаем это когда он доедет свой этап но пока у него все получаются интересно интересно а а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Смена была тяжелая, сейчас мы спросим, каково? Тяжело. Возможно, чуть устала резина у машины, но старались держать темп. На самом деле не так все плохо, я думаю, что все шансы еще остались. Еще гонка длинная, так что наверстаем. А почему придется смениться второй раз сразу же после небольшого отрезка твоего напарника? Не сразу же, у нас есть менеджеры, они решают, когда. Сказали, что никуда не убегать, потому что скоро меняемся. Ага, понял, спасибо большое. На данный момент наша команда на втором месте идет. Есть небольшое отставание, но думаю, мы его нивелируем. А сейчас у нас в кадре самый молодой поклонник гонок. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Саша. Саша, а какую тачку ты себе хочешь, когда вырастешь? Не знаю, Феррари. А за сколько ты проедешь круг по этой трассе? За 40 секунд примерно. А смотри, а ты Серегу Трофимова обгонишь? Нет. Сейчас идет 124-й круг гонки. Менеджер команды, ковальщица будущей победы, надеюсь, чтобы не сглазить. Наталья, скажите, пожалуйста, как сказывается отсутствие радиосвязи у наших гонщиков? На самом деле мы на опыте. И у нас уже выстроена система махания желтой маечкой нашей фирменной, так что все окей. И в этот раз она точно сработала, потому что мы завершили уже все смены. И на последней смене выловили ракету просто идеально. Что осталось сделать нашим гонщикам для того, чтобы победить? Доехать чисто, красиво, все. Наша команда сейчас быстрейшая на трассе, поэтому велик шанс, с учетом того, что две команды впереди нас не менялись еще, что очень скоро мы их пройдем. Поэтому ждем дальнейших наших побед, обгонов и подъемов позиций. Спасибо большое, дорогие гости. Следим за развитием событий. Спасибо. 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 В отпуске. Поздравляю вас. Вы молодцы. С победой, Тинькофф, РТ1. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok